Здарова-здарова всем, друзья, по традиции подписчики, а также зрители нашего YouTube-канала. Что, это утро начинается, к большому сожалению, как говорится, и не с кофе. На часах у нас 7.13, и я уже двигаюсь к брату потихонечку, поскольку к 8 часам есть свой клиент. Поедем в центр, что по адресам, что по вещам, все это вы узнаете позже в процессе. Желаем вам всем приятного просмотра и начинаем. То, что было, набело, откроется потом. Мой рок-н-ролл – это не цель и даже не средство. Не новое, а заново, один и об одном. Дорога – мой дом, и для любви это не место. Прольются все слова, как дождь, и там, где ты меня не ждешь, ночные ветры принесут тебе прохладу. Все, мужики, вот я уже и, соответственно, у брата, вы вместе со мной дошли. Все хорошо, все отлично. Давайте вместе с вами посчитаем доход в Яндексе, получается, ежемесячный. 154 тысячи разделить на 30 заказов, мужики, получается у нас вместе с вами 5100 рублей. Ну, приблизительная такая средняя стоимость одного заказа. Вот, чего? Да, так же я постригся, да? Нет. А, старая? Не, не постригся. А, не постригся. Постригся, не постригся. Кофту вы уже заценили. Ботиночки тоже можете заценить. Нормальные дешевые ботиночки. А, ботиночки другие. Носиться по этажам. Ну, получается, маечка, все старое. В остальном у меня тоже пока все старое. Айфон. Нравится вам такой. Все, что, двигаемся, будем, поедем в Химке. Загрузка у нас будет в Химках. Я ошибся, мужики. Не по центру заказа, загрузка будет в Химках. По центру потом. По центру потом будет. Сегодня не будет. Ну, или будет, но попозже. То, что у него другая. Да. Прикольная, прикольная. Прикольная, прикольная. О чем, мужики, приехали тем временем к Химке уже. Улица Германа, Титова. Здесь у нас такая вот красивая история. И, к сожалению, как всегда, машину поставить негде. Поэтому стоит она у нас вторым рядом. Все, пойдем смотреть, что у нас. По вещам там и так далее. И, по возможности, будем снимать. Спешим сообщить вам, мужики, что грузоперевозка это полная хуйня. Вновь, в очередной раз. Что по вещам, сами можете видеть. Небольшое количество коробок, стиралка и холодильник один. Ну, и вот два велика. Сейчас еще холодильник подтянем. Поднесем отсюда с подъезда. И, собственно, все. Ну, и повезем, мужики. Мы все это делаем в Красногорск. Между адресами у нас 25 километров. 43 минуты пути. В 10.17 навигатор показывает, что будем там. Ну, и часов там в 11 плюс-минус освободимся. Наверное, включимся по Яндексу. Будет видно. Не хочет, мужики, камера, чтобы я снимал. Мы уже, короче, находимся в Красногорске на выгрузке. Здесь у нас тоже новостровичка. Тоже грузовой лифт хороший. Вот. Ну, подняли холодильник со стиралкой. Сейчас велик и коробки остаются. Да. Ну, что, мужики, завершили мы этот заказ. На часах у нас 11.06. Поедем в центр? А, по сумме, по сумме 7 тысяч рублей с этого клиента. Ну, за этот заказ, соответственно. Время у нас 11.06. Потом у нас есть свой клиент попозже. В час 30. В час 30. Поэтому пока Яндекса не будет, вот. На амфитеатре познакомились. Вот амфитеатры эти все возим. Блин, очень хорошие заказы и платят хорошо, и все. Ну, все, мужики, погнали. Погнали. Да. Слушайте музыку, смотрите дорогу. 7 тысяч уже есть. Поехали дальше. Хотите работать в доставке и ищите надежного партнера? Подключайтесь в Эксперт Парк. В 2024 году Эксперт Парк получил награду как крупнейший партнер Яндекс.Доставки за последние 3 года. А это значит, что вы можете быть уверены в надежности, легальности и безопасности сотрудничества с данным парком. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Автоматические выплаты без комиссии на карты любых банков. Ну и также круглосуточная поддержка и сопровождение на каждом этапе работы по необходимости. Вы можете сотрудничать с парком как физическое лицо, но если хотите снизить риски, подключайтесь к парковым самозанятым курьерам к уникальной программе Эксперт Парк 2.0 с комиссией всего лишь 40 рублей в сутки. Ну а если вам уже исполнился 21 год и ваш водительский стаж более 3 лет, вы можете работать в такси через парк. Подключайтесь по ссылке в описании, работайте легально и зарабатывайте вместе с Эксперт Парком. На тебя в долгом пути я заплету волосы лентой. И не способный на покой я знак подам тебе рукой. Прощаюсь с тобой, как будто с легендой. А вот он, мужики, и заказ наш, собственно. Там один стул, одна коробочка с цветком, вот такая вот деревянная позиция большая. И вот 3 предмета остается буквально. Институт театрального искусства. Находимся на этой территории. Тут достаточно прикольная тема всякая. Как вы увидели, мужики, мы уже загрузились. Грузились мы на Ботанической улице. А везем все это дело в амфитеатр. На Покровском. На Покровском бульваре, который находится. Между адресами 10 километров 25 минут показывает навигатор. А там метро «Чистые пруды», может быть, вот кому-то о чем-то скажут. Да, да, «Чистые пруды», да. Ну и все, поехали. Вот такой вот заказ. У нас получается мужчина нас сопровождал, девушка. И брат потом мне только говорит, что это же какой-то актер. Ну там же сами видели институт театрального какого-то искусства и так далее. Брат говорит, какой-то актер, там, в фильмах снимался и так далее. Ну не сильно популярный. Не такой, что прям все знают. Это очень популярно, но. Популярно, популярно. Я просто не знаю, какой он это зовут. А я вообще не знал, кто это. Я думал, что это обычный мужик какой-то, работник вот этого театра. Я как бы это с машины вышел. О, здравствуйте. Я руку ему протянул, поздоровался. Ну и все. Все, поехали. Поехали. На наших лицах без ответа лишь только от блески рассвета. Все, мужики, пердак дымится. Может быть и не дымится, я уж не знаю. Выкинули мы все это дело в амфитеатр. И вечером наша задача будет забрать его отсюда же и, получается, отвезти на тот же адрес, откуда и привезли. Вот сейчас выйдем вместе с вами в приложение Яндекса с вами зайдем. Посмотрим, что у нас там по кэфам. Имеется, не имеется. Ну, в центре, как обычно, ни хуя нету. Точнее, не как обычно, а как обычно, если мы находимся в центре, то как обычно, ни хуя нету. Есть немножко на территории там Мозрентгенов возле него и вот там, где Красногорск. Сами видите. Но мы туда не поедем. Но мы туда не поедем, мы все это отребали, вот честно. Поэтому получать заказы и будем смотреть, что будет приходить. Приняли заказик, мужики, коэффициент был 310 рублей. Приняли скриншоты не сделали, поскольку никто, никакого коэффициента не ожидал. Два грузчика, большой кузов. Нужны стропы для телевизора, поедет один телевизор с NVIDIA на адрес клиенту в квартиру. Получается, на второй этаж нужно будет поднять. Вот такой вот коротенький заказ, сами видите. Ну и в целом все, поедем. Да, ну и что еще, парни? Наверное, уже сегодня с пердаками вас, ну, задолбали, но позвольте уже сегодня пердаки, чтобы поднимились у хейтеров чуть-чуть. Вот, и все. Так, мужики, загрузили мы телевизор, возможности показать не было. По отсчетам написано, по-моему, 89 дюймов. А что с ними? Или 98? Не, наверное, 89. И что-то 218 сантиметров, вот так вот. Ну, такой нормальный, ну, килограмм 60, наверное. Больше. Еще больше даже. И между адресами у нас, мужики, 5 километров, 13 минут в пути. И давай посмотрим, стоим. Что по пердаку? Я думаю, рубля 4 по пердаку. Коэффициент был 310 рублей. И платная подача, мужики. И платная подача. А, 3600. Не, наебал. И то, что было нагело, откроется потом. Мороконроу. Это не цель и даже не средство. Вот такой вот телик, мужики, 214 сантиметров. 85 дюймов, как я понимаю. Вот. И горшин к нему крепления. Выгружаемся вот в этом вот доме, где у нас все дорого-богато. Ну, и все. Там уже снимать ничего. Мужики, вещаем с новостями. Как же тут не выебываться. 1000 рублей оставили чаевых. Ну, и сейчас закроем закат, посмотрим. Как прошло вручение? Конечно же, вот просто все даже нормально, все хорошо. 3600, 54 рубля. Оно закрывается, как и было. Можно сразу выйти с линии. Не, давай выходи. Может, что-то короткое будет. А что у нас до 7 еще время, блядь? 2600 получилось чистыми. 2682, но... По пробегу он составил 5 километров, как вы сами можете видеть. 40 минут получается 2600 с Яндекса и 1000 чревых. Это 3600. Ну, 3600 за 40 минут. Как вам, мужики? По-моему, нормально. За один предмет. По-моему, вообще не круто. Вообще отлично. Мужики, водительский заказ. Пойдет. Тут подача буквально 400 метров. Новочеркасский бульвар. Так, это что у нас? Туда, да. Не, ну, в принципе, съездить можно. Можно и если что. Сейчас просто узнаем, что... Что, повезем и поедем или нет? Ну, там уже потом расскажем. Короче, мужики позвонили. В итоге поедет один шкаф. Короче, сегодня что-то пацаны везет нам. Что-то какие-то заказы. Пять предметов. Два предмета. Первый переезд. Там было реально мало вещей. Ну, и соответственно... Тут был пацаны 100 рублей. Ну, и КС, ну, понятно, что ни туда, ни сюда. Ну, как бы... Как бы это... Взяли, чтобы не стоять. Ну, все. 140 метров подачи остается. А, ну, сюда. Ой. Вот, мужики, засунули мы этот. И у нас получается заказ с фотофиксацией. Посылка целиком. Ну, это так, формальности, поэтому получилось. Конечно, получилось. Вот. Ну, и все. Вот он, один шкаф у нас. Буквально металлический, вот такой вот маленький. Так, мужики, в пути. Яндекс дает 39 минут. И по факту 19 километров 38 минут. В пол пятого будем там. 16.23. Ну, и все. Поехали. Дорога, мой дом, и для любви, это не место. Дорога, мой дом, и для любви, это не место. Дорога, мой дом, и для любви, это не место. Поехали мы этот заказ, мужики. Затрачено было на него час времени. Да, без пяти минут, час времени. Получается, закрылся он 1784, чистыми 1306. 19 километров по пробегу, и, соответственно, 4000 в Яндексе у нас получается заработано. Все, мужики, уже, сами понимаете, в 7 часов. Уже время пол пятого. Нам нужно в 7 часов быть там, поэтому сейчас будем где-то тусоваться просто. Пойдем в магазин, похаваем, туда-сего, и все. И все. Туда-сего. А ну что, мужики, мы здесь уже на месте тем временем. На часах почти 7 вечера, вон, без трех минут буквально. А пати еще не закончилась, пати в самом разгаре. Блин, поэтому, черт его знает, может, и ждать придется. Короче, пока такие движухи. А еще, мужики, закинули мы эти 5 предметов по-быстрому. Буквально посидели, ну сколько? Ну, минут, наверное, 10. Ну да. Может, 15. Да, 10-15 где-то подошла девушка. Не знаю, кто она там, организатор, неорганизатор. Ну, короче, которая нас встречала и на погрузке днем, и здесь сейчас. Она этим пати занимается. Да, которая отвечает за это пати. Вот, и сейчас поехала туда тоже. Сегодня никто с нами не катается, причем целый день. Сколько заказов было, ни один водолаг сюда не сел в эту машину. Ай-ай-ай, как это сладко. Как это, блядь, замечательно. Ну, все, между адресами, вон, 10 километров, полчаса в пути. Отличный заказ. Ну, и после того, как выгрузим, уже подведем вместе с вами итоги, и заодно расскажем стоимость этого замечательного, самого лучшего заказа. Поехали, парни. Ну, что, мужики, по итогу 8 часов на часах. 20.04. Как вы сами можете видеть, суббота, 31 августа, последний день месяца, а также лето. Вот. Завершили мы этот заказ, по сумме он вышел 13 тысяч рублей. Здесь у нас, получается, была почасовая оплата, и в общей сложности вышел 13 тысяч рублей, как и договаривались с клиентом, как и, в принципе, предполагали. До дома ехать 17 километров, а по пробегу... Нет у тебя пробега? А пробег я посмотрел еще вот с домом, прикинул, пацаны, там почти 190 будет. Почти 190 будет, суточный пробег, ну и пускай будет даже 200. Ну, если 200, ну, наверное, все-таки по городу, ну, больше косаря. Давайте лучше полторашку откинем. Все-таки, как бы, попробуем там по этим все дела, 200 километров, не, больше косаря. Полторашку лучше откидывать, но... По сумме, получается, 7 тысяч с первого заказа, 13 тысяч с этого заказа, это 20 тысяч рублей. 4 тысячи заработано было в Яндексе, и тысячи чаевых, это 25 тысяч рублей было заработано за сегодня. Встретились мы, получается, с братом в 8 утра, и, соответственно, ну, скажем так, начали рабочий день. А сейчас на часах 20.05, в 8 вечера, и в 8.40 мы будем дома, пускай даже в 9. Ведь это получается, что 13 часов, ну, сегодня проработали, если вот до 9 тысяч считать, от дома до дома. Вот. За 13 часов было заработано 25 тысяч, обязательно оценивайте это видео своими лайками или дизлайками. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, обязательно, если вы завистник, напишите что-нибудь негативное в комментариях, как обычно, чтобы можно было вам ответить и, соответственно, вас обозрать. А от меня... Блядь, Димон начал мочить коры, это больше. Вот. От себя, пацаны, хотел бы просто добавить, пиво пить, это вам не работу работать. Всем удачи, братцы, здоровья. Все, парни, всем пока. Взорвется черное солнце, вся в этой жизни перевернется, привычный мир никогда не вернется, он не вернется. С колокол дня объявляет ревогу, печальный призрак нашей свободы.